Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в прямоначку на сервисе реплей, первый сервис. У них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте водить манипреистрации. Итак, сегодня у нас новая серия, она будет посвящена работе разводчика. Но не разводчика продуктов, а разводчика топлива. Эта работа была недавно добавлена, точнее, разводчики были давно, а вот именно бензовоз, типа бензин возить, это добавили недавно, ну, буквально недели две, наверное, назад. И я заметил, что мало кто здесь работает, хотя здесь можно поднять неплохие деньги. Данная работа доступна с 10 уровня. Ну что же, давайте я вам покажу, как это все работает и что нужно делать вообще. А то я видел, что вообще никто здесь не работает, хотя работа довольно-таки прибыльная, потому что бензин кончается всегда на всех АЗС, и просто можно за час реально неплохую сумму денег заработать. Итак, в первую очередь приезжаем вот сюда, это база разводчиков продуктов и бензина. На карте у нас находится вот здесь, короче, вот Арзамаз. Можно ориентироваться по спортзалу, по спортзалу, и вот здесь база, короче, разводчиков находится. Я думаю, вы разберетесь. Потом мы подходим вот сюда и выбираем... Привет, не желаете ли давать транспорт для разводки товаров? Нажимаем да и выбираем бензовоз. Последний пункт, четвертый. Все, у нас арендуем, мы его арендуем, у нас снимается 5000 за его аренду. Потом нам нужно ехать на базу разводчиков. Точнее на базу, но не продуктов, а бензина. Сейчас я вам покажу, где это находится. Пишем GPS, работы и листаем вниз самый, и здесь будет топливный склад. И именно туда нам нужно ехать. Так, давайте я вам немножко покажу, чтобы никто не путался. Вот сюда поворачиваете. Где раньше лесопилка была, кто помнит. А кто еще не играл на мазинке, то просто идите по GPS. Там недалеко, видите, вот Арзамаз находится база топлива. Топливный склад, точнее. Все, заезжаем сюда. И первым делом вам нужно посмотреть бизнесы, которым нужен бензин. Пишем продлист. И здесь у нас показываются все бизнесы, все АЗС. Их всего АЗС, кстати, 6. Но автозакупка включена только у 5 АЗС. То есть выключена автозакупка у... Бля, я даже не знаю, у кого выключена, короче, это автозакупка. Вот, смотрите, здесь есть продукты. В батареи вообще, видите, нет бензина. Потом у меня есть бензин, в принципе. Ну и здесь довольно-таки мало бензина. Лукойл. Это у нас что? По идее, Арзамаз где-то. Ну ладно, так. Давайте, допустим, убираем вот этот бизнес. У нас он высвечивается на карте. И... Да, вот он, короче. Вот он рядом. Как раз сейчас завезем. А хрена, что заправки как бы рядом. Видите, я сейчас сюда смогу привезти 1500 продуктов. Все. Что нам нужно теперь сделать? Пишем Fuel Cars. Ой, Fuel Cars. Пишем BuFuel. BuFuel команда. И 1000 литров максимум можно взять, если что. Вот, у нас снялись деньги. И сейчас мы едем завозить бензин в этот бизнес. Итак, вот мы подъезжаем. Вот. Подъезжаем вот так близко, в принципе. Вот, можно сюда заехать, как бы. И пишем Self-Fuel. 1000 литров. Все. Бабочки нам, в принципе, вернулись немножко больше. Но с каждым разом, когда вы будете привозить... Вот, мы сейчас в плюсе где-то на 10000. Как бы. Но здесь ничего трудного нету. Это очень легкая работа. Просто возить бензин, как бы. Давайте еще посмотрим про лиды, сколько что нужно бензина. Так, сейчас продлист. Сюда нужно еще у нас 486 бензина, короче. Да, конечно, вам нужен будет бюджет около 30000, чтобы, как бы, вам... Вы сразу могли купить 1000 литров. Но я думаю, в этом проблем у вас не будет. Так, снова пишем команду BuFuel 486 литров. Все. И поехали обратно к этой заправке. Так, вот, снова подъехали. Пишем Self-Fuel 486. Все, в принципе. И мы в плюсе уже на 3000, да. Это немного, но, пацаны, мы уже заработали около, наверное, 10000. Может и больше. Буквально за 5 минут. Это довольно-таки легко. Сейчас поедем в Батырево. Там вообще бензина нету. Там 3000 литров нужно. И там мы точно поднимемся. Так, вот, снова заново приезжаем вот сюда. Слепую, кстати, не советую ехать, типа, не смотреть подлиста, типа, ехать на ЗС-ку любую. Нет, так делать не нужно. Именно, смотрите, вот здесь, как бы. Вот здесь именно, смотрите. Так, вот, Батырево. Она вообще пустая у нас сейчас. Как бы, да. Башнефть тоже пустая, как бы. Хотя у меня меньше всего литров, потому что я не покупал улучшения. Бензин, ну, типа, больше литра. Ну, потому что я и так в минусе, поэтому, да. Так, выбираем, короче, Батырево. Потом пишем фуэл. Ой, буфуэл, короче. Буфуэл. 1000 литров закупаем и едем в Батырево. Вот, на самом деле, эта работа мне очень нравится. Это удобнее, чем разводчики именно продуктов. Бензин ввозить как-то попроще. И, как бы, машиной 91 километр довольно-таки быстро. Понимаете, я на этой Бандуре просто с места светофора елик делаю. У нее разгон очень хороший. Управляется она, видите, очень хорошо. Но тормоза у нее плохие, да. Вот единственный ее минус, в принципе. Ну, а так, машина очень круто рулится, быстро ускаляется. И вы на ней можете быстро завезти бензин. Не как черепаха ездить по всей карте, именно быстро. Как бы, я вон быстро. Я за две минуты уже сюда просто доехал, на этой машине. Она очень быстрая, как бы. Поэтому, блин, всем советую здесь работать, пацаны. Сейчас вам на листом примере покажу, что здесь можно неплохо подняться. Так, вот мы подержаем просто. Вот, пишем. Сэлфуэл. 1000. Все, и едем дальше спокойно. Воу, вот пошли теперь в плюс уже на 14000. Сейчас так быстренько. Сейчас мы еще два раза привезем, и у меня уже будет около 300 тысяч. Да, конечно, с одной стороны, хорошо, что мало кто здесь работает, потому что, как бы, всю прибыль забираете вы себе. Потому что в один здесь работаете. Это очень хорошо, да. Но, блин, было бы круто, если бы таких машин мы видели чаще на дорогах общего пользования, чтобы люди работали здесь. Потому что, не знаю, мне эта работа нравится. Я сам себе лично вожу бензин, в принципе, в АЗС наш семейный. Поэтому, как бы, мне эта работа нравится. Довольно-таки неплохая работа, и машина эта очень круто рулится, управляется, разгоняется. Но, повторюсь, минус это тормоза. Так, я советую вам, наоборот, не залаживать эту бандуру, потому что только что встану в колеса, чтобы не перернуться, я просто перелился в дерево, как вы можете заметить. Вот, снова просто подъезжаем. Там, пишем команду, вот эту, буфул. Все, поехали обратно. И все, это очень легко, блин. Вообще, просто не прыгайся. Спокойно ездишь со скоростью почти 100 километров, и рубишь бабло. Да, я не спорю, что на дальнобойщиках платят больше. Это само собой. Но здесь, не за вас выбирают маршрут, а вы сами его выбираете. Выбираете, на какую АЗС-ку ехать. Это может быть, как Арзамас, как Южный, как Режевск. Как бы, вы сами это выбираете. Где меньше бензина, туда вы, соответственно, едете. Советую вам ехать именно туда, где вы можете завести сразу 1000 литров, чтобы вы уходили в плюс. Хороший. Бля, просто обожаю ебланов, которые ездят по встречке, блядь. Просто, чтобы они, сука, все вымерли. Вот этот долбоеб, блядь, по встречке ехал, въебался в меня, и я, сука, улетел, блядь. Пиздец. Просто минус бабки, серьезно. Вот в этом, конечно, да, если какой-то долбоеб вам, сука, вылетает на встречку, то все, пиздец. Минус бабки, реально. Потому что я не смог фуру перернуть обратно. Точнее, не фуру, а КАМАЗ-бензовоз. Просто пиздец, реально, просто пару метров не хватило, блядь, до АЗС-ки. Сука, еду, блядь, пидоразина, ебашить, сука, по встречке, блядь, маршрутчик. Просто ебал таких в рот, нахуй, блядь. И сал, сука, с большой горы на них. Итак, короче, я продолжаю. Я не стал записывать свое место, как я брал фуру, потом ехал, ее загружал. Точнее, бензовоз, блин. Че-то привычка в фуру. Вот че ты, сука, делаешь? Ты, долбоеб, нахуй. Че ты виляешь? Бля, я просто шатал таких даунов. Че ты делаешь, долбоеб? Сука, кто тебя, нахуй, трогает? Ты, сука, уебок, ебаный. Бесп фреш, нахуй. Ебал тебя в рот, блядь. Долбоеб, сука. Серьезно, я еду спокойно, никого не трогаю, блядь. Бу, фуэл. Тысячу литров. Нельзя больше тысячи. В смысле? Так, вот, команду я тут написал. На балансе бизнеса несколько денег. Охуенно просто. Не узнал меня, блин. А нахера так делать? Даже если бы это не я был, нельзя так делать. Так, ну хотя бы 500 литров я выгрузил. Это уже хорошо. Вот, пацаны, я, короче, выгрузил. Это бах был. Это был бах. Вот, я прописал, видите? Я выгрузил. А, ну теперь не хватает точно, да. Да, теперь точно не хватает. Ну, поехали, тогда еще 900 купим и повезем уже в Южный. Так, вот, я снова закупился, короче. Все, теперь направляемся в Южный. Надеюсь, там хотя бы деньги лежат, чтобы мы могли завезти бензин. Потому что в Батырево закончились деньги на продукты. Во, кстати, у разводчиков продуктов есть своя рация. Так, что вы сможете общаться друг с другом. Так, подъезжаем. Пишем sell. Ой, ну да, sell. Full 1000. Все, продали. Ну, хоть и много я денег своих отбил. Ну, тоже, пацаны, на этом я буду заканчивать. В принципе, я вам все подробно показал, рассказал. Как бы советую всем вам здесь работать. Просто такая тема, пацаны, я вам посоветую. То, что вы можете этот продлист, пацаны, чекать. Продлист. Просто можете пацаны, чекать. Просто можете кататься. Потом, опа, там где-то нет бензина много. Все, взяли эту фуру, загрузились, поехали, дверили, заработали бабок. Вот так это все работает. Конечно же, кто первый, то будет денежки. Я думаю, это понятно. Но, думаю, я все подробно объяснил, показал. Вы теперь будете все знать, как здесь работать и так далее. Если бы я не перевернулся из одного долбоеба, который по встречке ехал, я бы сейчас был в плюсе на тысяч, наверное, 50. Ну, а так, в принципе, я вам, думаю, доказало то, что здесь реально можно заработать. У меня было бы, наверное, 1300, если бы я не перевернулся. Ну, примерно столько. И я буквально потратил где-то полчаса на это все. Поэтому работайте. И всем пока-пока. Итак, вот по традиции, ответы на ваши вопросы под последним видосом. Это вот это видео. Сейчас я буду отвечать на них. Так, первый вопрос. Кирилл, что будет, если Амазинг продаст тебя и не будет платить? Ты ушел бы из сервала или играл? Во-первых, Амазинг никак не может мне продать, потому что я не их собственность. В принципе, как бы, я думаю, это понятно. Странный был вопрос. А то, что, типа, они мне платят, я начал с ними сотрудничать всего лишь две недели назад. Поэтому точно вам ничего сказать не могу. Как бы я снял тысячу серий, понимаете? И после этого, спустя только там две недели, я начал с ними сотрудничать. Точнее, вот с этого, вот сегодня с какого числа получается? 28. И буквально две недели назад я начал с ними только сотрудничать. Поэтому подробно я вам ничего не могу сказать. Но если бы мне не платили, я бы тоже бы здесь снимал. Как и делал это, в принципе, раньше. Как бы, да. И платят, если что, мне немного. Сумишь, у тебя была реклама столовой юности. Так вот, скажи, пожалуйста, какая музыка на фоне играет? Мне по кайфу. Да, я помню эту рекламу, но, честно, я не помню, какая там музыка была. Поэтому помочь тебе ничем не могу. Пожалуйста, скажи треки из видео. Очень классно. Уже много раз прошу Киря. Я, кстати, тоже из Украины. Блин, просто понимаешь, там треки, у них разные названия. Это мне нужно заливать только всю музыку на Яндекс.Диск. И потом скидывать вам в общий доступ, там в описании оставляют и так далее. Если вы этого хотите, то напишите в комментариях, я, в принципе, это сделаю. Когда выйдет новый модпак? Я думаю, совсем уже скоро он должен выйти. Потому что уже, как бы, август заканчивается. Буквально осталось 3 дня и уже 1 сентября. Поэтому, думаю, в скором времени он точно выйдет. Что за музыка на интро? Не знаю, я интро делал, если что не я. Лансер быстрее ебашут. Лучше бы их взял. Не спорю, но, блин. Лансеры уже были, а вот кабаны, как бы, тоже были. Но они были у нас не долго. Поэтому я решил кабанчика взять. Они такие более статусные. Кирилл, ты с 07 ушел? Да, пока что ушел. Там снимать не буду. Поэтому снимаю сейчас только на 0,1 сервере. Сколько зарабатываешь на ютубе? На ютубе я нисколько не зарабатываю. Потому что, чтобы нормально зарабатывать на ютубе, нужно, как минимум, под каждое видео, чтобы было 15 тысяч просмотров. А за счет того, что я сотрудничаю с проектами, я в месяц зарабатываю 16 тысяч рублей. Говоришь, что все остальное говно. У меня аптека вот рядом с компьютерным клубом в день 70-90 тысяч приносит. Не спорю, есть такие бизнесы, но, в основном, их очень мало. Кирилл, а почему, когда сохраняю видос на диске D из видеопад, то заканчивается место на диске C? Честно, не знаю, у меня такой проблемы не было. Возможно, ты какой-то формат неправильный ставишь, он сильно много места занимает. Кирилл, ты топ. Продолжай снимать видосы и не обращай внимания на хейтеров. Но это, само собой, когда будет стрим. Ну, вчера был стрим, я закончил прохождение кое-какой игры. А насчет Амазинга, не знаю, блин. Как-то неохота стрим, потому что читеры мешают. И, блин. Я и так много здесь играю на Амазинге и снимаю, поэтому мне он немножко надоедает. И стримить желания особо нет. Ну, что ж, вот я ответил на все ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok